Если по налогам 3 года, то по единому социальному сроку и столовой давности нет, поэтому если вас не проверяли 5 или 7 лет, то будут проверять. И документы, пожалуйста, храните по этим данным. Особенно, если у вас есть работники по найму. Потому что вчера к нам пришел предприниматель, он оформил трудовой договор в центре занятости по найму и думал, что на этом все закончилось. Я ему задаю, я на зарплату заплатил какую-то, отдал в руки, 940 начислил, отдал в руки, вот налоги заплатил, значит, ну действительно, единый социальный, еще неправильно запосчитал, льготу не применил налогу социальную. А где расписано, что все вот тут, что он рассказывал, да, не должно быть. А начисление зарплаты где, а нету. А вообще, а вы знаете, что лицевые счета по работникам хранятся 75 лет. Поэтому, когда работнику официально исключаешь контракт, с ним до того, нужно предпринимать, ввести такой же учет, как и на фирме. То есть должно быть посчетно-платежная деятельность, в которой будет написано и воров, его зарплата, начислено удержание к выплате, потом документ на выплату. Или расписка, где он напишет, что я такой-то, за такой-то получил месяц зарплату. Или какой-то изобрести сайт медитацию расходную. Например, я так и забритала. Это было бы я расходного кассового ордера. Здесь писала выдают зарплату, кому, какой сумме, что-то расписывается. Ну и вы знаете, что зарплата выдается обязательно сейчас, два раза в месяц. Предприниматель или юридическое лицо, но если есть работники по найму, зарплату надо платить два раза в месяц, аванс и за вторую половину. Причем за вторую половину, не прежде всего, но числа месяца следующего за. Разрыв между первой половиной и второй должен быть не больше, чем 16 дней. Если вы не соблюдаете эти сроки выплаты зарплаты, то есть иногда говорят, что мы не хотим. Люди написали отказ, сказали, что хотим раз в месяц. Не проходит. Выплаты зарплаты реже, чем два раза в месяц, считаются нарушением кодекса законов. Если у меня ребенок работает, его обманывают. Значит, об этом написано в кодексе законов в ЗОТИ и в законе по плате труда. Надо предложить пять раз в месяц. А я вам скажу, вот, приметы вводили из Запада, да, и в Европу, и там, ну не мы, не Украина. Америка. Америка и Европа, там заплата выдается каждый день. Каждый день. Каждый день. И в Куштат. И работник платит сам все свои взносы, и налоги, и страховку. Вы знаете, каждый работник там платит страховку сам. А у нас случается вот эти взносы. Мы постепенно уже, главное, переходим к вопросам. Вопросы. Да, да. Пожалуйста, вот, допустим, оплачиваем единственный социальный взнос, да, и работник, если он у нас числится, он социально защищен, и мы обязаны будем оплачивать больничный взнос. Да. А как, допустим, мы сами защищены социально, если я, допустим, ЧП в одном лице безнадежно, я оплачиваю этот взнос, если я заболела, что будет собой? Представьте больничный лист, фонд социального страхования, больничный лист оплачивает неконсионный фонд Украины. Вы знаете это? Больничный лист и по временной утрате трудоспособности, и по беременности и родам. Значит, есть пособие по временной утрате, мы выбираем больничный лист, по временной утрате, сейчас заболел, время, да, утратит трудоспособность. У нас есть закон о социальном страховании в связи с процедурой трудоспособности. Вот по этому закону фонд социального страхования по временной утрате обязаны уплачивать, сейчас скажу, пособие по временной утрате, а также уплачиваются пособие по беременности и родам. Вольничный лист по беременности и родам это не временная утрата, то есть это женщина беременная, она трудоспособна просто или время подготовиться к родам а как она трудоспособна то есть она поэтому зашли по беременности родам это не по временную тратик в беременности и еще есть такое пособие на погубение вот три вида пособия который плачет фонд социального страхования по временному граждану способности а где он находится а я не знаю на розы Вы можете позвонить нам на фирму, и моей купонцера скажут, что не хожу, я не знаю, честно. Я только родился, не мою, ну как бы. Когда-то следила, теперь не слышу. Справку набрали, как я сегодня поехала на суд, вы не забыли. У меня в 11.40 судебное заседание в окруженном административном. Я ушла в 11, приезжаю на такси, целую, где написано суд, переехала на Севастопольскую 43. Представляете, у меня 10 минут до заседания суда. То есть, мне никто не упредел, хотя в январе месяце у нас были, я была в суде, общалась, 31-го они приехали туда, и никто не сообщил, что поменяли место. В общем, мы поздравляем, ну, знаю, что поздравляем на 10 минут, слава богу, на Севастопольской 43. Поэтому, видите, до суда не успеваешь следить, и тем более за комнатами не приезжают. Итак, возвращаясь к пособию, по временному трате. Значит, вы выбрали, это пособие по временному трате с 1-го я поменялось. Таким образом, единый социальный взнос, который мы с вами платим, вот этот вот, пенсионный фонд, он это разделяется на 4 фонда, и раздел это сделает казначейство. То есть, действительно, вот эту сумму единого социального взноса, по тем ставкам, что она была, сделает, это делит просто казначейство, согласно этому закону. Часть идет в пенсионный фонд, часть по временному трате, часть по безработице, и часть куда? От несчастного случая. В эти 4 фонда. Фонд социального страхования по временному трате, есть такой закон об этом социальном страховании, в него есть изменения, и с первого ряда деловаря написали, что для того, чтобы получить пособие по временному трате из этого фонда, нужно обратиться в этот фонд с заявкой расчетом. Заявка расчет. Форма заявки расчета упреждена, типовая, не просто на бумажке. Если вы обратитесь в фонда, они вам дадут в какую-то форму. И приходите к нам, вы тоже дадут в какую-то форму. Заявка расчет. При наличии больничного визита. Однозначно. Однозначно. Причем больничный должен быть обходным должным образом. Но самое интересное начинается дальше. Если о больничном визите по временному трате говорит, то первые 5 дней, календарных, пособие по временному трате трудоскособности оплачивает работодатель. На самой себе. Это ваше. А остальные 6 дня уже отдают в социальной инфраструктуре. А больше, чем на 5 дней, в аличной не надо. Если у вас есть работники, то у вас должна быть комиссия. Если много, ну, человек 10-13 на фирме, я про юргейц забываю. Туда должна быть еще комиссия социальная, которая обязательно заседает, пишет протокол заседания комиссии, он и значение этого пособия. Потому что размер пособий зависит еще от стажа трудового. Делается расчет выплаты и подается в этот фонд. И фонд что сделает? Получив от вас вот эту заявку расчет, он вам перечислит денежные средства на специальный текущий счет, который должны быть банки отдельно. Через 2 года. Кто делает? Я счет, а уроков 10 календарных дней. Он получил от вас заявку, в течение 10 календарных он должен перечислить на предсчет. Самое неприятное, но тоже неприятно. Дело в том, что больничный, ну, под предпринимателем там легче, он ничем не облагается, не получится какую-то часть способствия. А по работникам, получается, или по работнику больничным не вспомните, он называл, облагается и удерживательное, и подоходное, и едино-социальное внос. Так вот, получается, то, что мы получим от фонда социального страхования, то, что с 6 дня, мы работнику должны выплатить вязать после каких-либо удержаний. А удержание с этого больничного мы должны делать из его других доходов, без заработной платы, если она у него есть. Если нет, он останется в том должности, с этим нечем нечем неудержим. Вот такая процедура получения, особенно по беременности родов, и тоже аналогичная ситуация на погребение. Но погребение, это если на родственнике. Еще, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, начать. Должны ли мы какие-то выдавать квитанции на полученные, ну, на полученные услуги, на предоставленные услуги? Вот человек, подростком, 500 криев нам заплатили. Да. Мы должны ему дать квитанции? Да. По желанию и не обязательно. Есть такой закон о защите прав потребителей. И когда вы будете услуги физическому лицу или юридическому, ну, о том, физическому, он кто является? Потребителем ваших услуг. Есть такой закон о применении регистратора в расчетных операциях. Да. Вы не применяете РРО, а почему? Потому что в законе применения регистратора в расчетных операциях есть норма, которая говорит, что РРО не применяется, если, допустим, юридическое лицо оказывает услуги, или производят готовую продукцию расчет идет за наличные средства или там других случаях если место услуг не совпадает место поставки услуг или товаров не совпадает с местом расчета то есть у вас хотя бы пошла по вашему услугу применять вам РРО или не РРО вы не применяете РРО потому что вы еще товар по всему ночью на едином наладе и тоже это в девятой статье закон о применении РРО написано что частные чпены на едином которые они освобождены пока от применения регистратора расчетных операций если будут расчеты в наличной форме но в этом же закон о применении регистратором расчетных операций он действующий есть третья статья которая говорит что все субъекты которые осуществляют наличные расчеты в сфере торговли общественного питания и услуг и услуг обязаны там много обязанностей но одна из них написано обязаны выдать покупателю потребителю документ расчетный какой в вашем случае это может любой документ но для того чтобы этот документ был считался документом есть такое так не парадоксально но документ должен подтверждать факт совершения хозяйственной операции и события а документ будет иметь юридическую доказательную силу тогда он содержит в себе все те обязательные реквизиты которые записаны в законе бухгалтерского учета и финансового черта так не парадоксально но я вам скажу что принимать или под на общей системе под найти на налоги 1 за все равно будут потому что в налогом кодексе красные нефилиз написано документы перевещают документ требуемых документов и на это и ссылка дается на закон обучить поэтому я говорю что в законе в учете есть статья 9 называется первичный учет на регистре первичный документ и учет на регистре где написано что документ первичный признается документом при наличии в нем обязательных реквизитов и приведен для речи не обязательно реквизитов и поэтому вы можете вот в коре свой много расписок и так далее так вот я по памяти по ходу попробую воспроизвести эти обязательные реквизиты приходно кассовый он применяется это типовая форма и обратите внимание он утвержден министерство финансов национальным банком украины и написано что он применяется только юридическими лицами не предприниматель но вам нужно просто заменить слово приходный на квитанцию о приеме наличных денег изобрести свой документ точно докажет о своем распечатке или придите к нам опять я вам бесплатно дам форму этой квитанции хорошо на приход день и пересход видите что там надо предусмотреть например название документа название документа поскольку для вас сегодня никакой орган государства не утвердил такую форму документа вы ее называете сами вы говорите расписка но лучше назвать что квитанция приема наличных денег так я с вами документ это первый реквизит второй дата составления это очень важный документ дата составления дата составления чего документа документа третье место составления место составления место составления это город машину а темы обычно между будете писать девы про зарегистрированы кстати напомните мне про налоговый адрес ваш место нахождения место составления дальше краткое содержание операции содержание операции вот если за такие услуги вы пишите за что за услуги такие-то какие-то согласно договору да потом естественно должна быть что сумма единицы измерения сумма шестое единицы измерения и наоборот единицы измерения сумма измерения и потом 7 подписи лиц и вот поселить обязательно какие а которые составили этот документ выбишь вы и подпись лица который получит эти деньги причем с обязательно индивидуал дал деньги мы только берем если вы же ему должны отдать документ на руки что вы взяли а у себя что-то должны ставить под копирочку нет лучше не под копирочку пока решу ордера меча и вот этом крышке ваша подпись что вы приняли деньги а а ему дали вы расписали что то есть у вас две подпись вот как на приходном кассу ордера да там есть на самом прикладнике и на квитанции главного кассета причем обязательно расшифровка должна быть вашей фамилии вы расписались и называется это идентифицирует подпись обязательно расписывайтесь и фамилию Иванова Викторовна Несифрова где поставили подпись и естественно поставьте печать если она у вас есть если печати нет то пишите без бпп то есть печать можно расширять на полковалку как приходится да да половинка да причем я говорю на этом документе нужно указать обязательно что я делаю индивидуальный податковый номер и свидетельство при регистрации у вас что вы предприниматель правильное время два на три 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 Продолжение следует...